Всем здарова друзья, с вами Влад Кабуса. Многие из вас задают мне вопрос, Владос, а ну-ка давай рассказывай нам, как правильно фармить монеты в FIFA Mobile 20 версии. Я попросил своего хорошего друга Пашу, чтобы он записал для всех вас видосик, как это все правильно можно делать. Но это все лишь начальный видосик. Если вы наберете здесь ровно 4000 лайков, плюс ровно 500 подписчиков у меня на канале, тогда без проблем мы запишем вторую часть и там расскажем подробно, как это все происходит и как можно больше фармить монет. Например, ну по 5-7 миллионов монет, где-то так 2-3 дня. Я думаю, достаточно немаленькая такая цифра, с помощью которой вы сумеете поднять рейтинг вашего состава. Так что обязательно, прямо сейчас, подписка на мой канал, лайк и в комментариях написать, Паша, давай, подсказывай, как правильно фармить монеты в FIFA Mobile. Без проблем, сделаем для вас офигеннейший ролик. Ну а пока что, я надеюсь вам понравится абсолютно все, что вам Паша расскажет, ну и вы с этого сумеете приподняться нехило так на рынке FIFA Mobile. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся большой футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий, и не только спортивных, также еще киберспортивных. Так что как можно скорее пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО, по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. Всем привет дорогие друзья. Как видите я очень давненько уже не записывал никаких видеороликов. Но тем не менее когда Влад попросил сделать ему небольшой видеоролик для его канала, я с удовольствием это решил исполнить. Вот что такое настоящая дружба. Я хочу вам рассказать несколько способов, каким образом вам можно немного заработать монеты сейчас на рынке. Самый первый способ, это очень просто, это банально. Если у вас нет совершенно монет, это не значит что у вас их не будет в принципе. То есть у каждого есть резерв. Сейчас так сделаем. У каждого есть резерв и у каждого есть много серебряных игроков, которые по сути ничего не стоят. Правильно? Но в этой версии игрушки сейчас происходит очень много различных манипуляций. Их делают для перелива монет, для разлива, все что угодно. Вот видите вот у меня начинаем, сейчас делаем 69 максимум. Вот у меня есть 671 игрок рейтингом 69 и менее. Мы не знаем какая реальная цена каждого из этих игроков. Если мы будем их выставлять всех на рынок с надеждой поймать какого-то там чувака на переливе, мы потратим очень много времени. Но переливы делаются постоянно. Соответственно если вы делаете таким образом. Вот у нас есть автоцена. И вы начинаете себе мониторить тех игроков, которые у вас есть. Вот мы смотрим, смотрим. Автоценами бывают очень маленькие суммы. Если игрок по автоцене будет показывать, что стоит там 20... О пожалуйста, Клестан. 21 400. Его реальная цена тех же 500-600 тысяч. Но его использовали. Вот этот вообще 52 тысячи. Его использовали для того, чтобы там перелить, для того, чтобы... В общем его цена разогнана. Соответственно лотов на рынке мало. Их еще не добросили. И стабильно сформированная цена вот на этом уровне. То есть там в интервале от 18 до 25 тысяч. Вот пожалуйста, еще один. Если вы переберете себе таким образом игроков, которые у вас есть в составе. Вы, во-первых, никому не сделаете вреда. То есть если вы выставляете всех своих игроков по какой-то определенной цене. Там по 80, по 90, по 100 тысяч. Вы с некоторой вероятностью можете поймать игрока. То есть заработать там своих несколько тысяч. Но вы делаете тому человеку, какого вы поймали, вы ему делаете вред. Реальный вред. А в таком раскладе ему никакого вреда нет. Но вы с рынка, вот пожалуйста, еще один дорогой игрок. Вы с рынка получаете хороший девятинг. Вот я выбросил сейчас несколько игроков. Давайте мы их посмотрим. Давайте самого дорогого посмотрим. Так, Конрадсен. Вот что он сейчас на рынке стоит реально. 68. Может мы прямо сейчас увидим перегон. Конрадсен. 100 тысяч. 62 тысячи. 80. Все. О, кстати, смотрите. Он стоит 27 тысяч. То есть, если я этого чувака куплю за 27 тысяч, то тогда я смогу продать своего чувака вот этого вот за 63. Но это будет немножечко позднее. Я подождал несколько минут. Я выкупил себе этого Конрадсена. Посмотрим, что происходит с нашим Конрадсеном. Пожалуйста. Наш Конрадсен продан. То есть, то, что я вам и говорил, соответственно. И сейчас мы можем своего нового Конрадсена выставить за тех же 60 тысяч. Такое бывает. Я не скажу, что это бывает очень часто, но такое бывает. Все вот эти грики, которые я выставил, вот раз, два, три, четыре, пять человек, они все уйдут либо по выкупу, либо по минимальной цене. Это гарантия 100%. Соответственно, если у вас есть большое количество игроков серебряных, вы их себе перелистаете, перелистаете. Я вам гарантирую, что человек 20-30 вы найдете в ценовом диапазоне от 20 тысяч и выше. Соответственно, вы спокойно, там, миллион, полтора миллиона можете вот так вот своего резерва поднять. Давайте продолжим. В этом нынешнем ивенте очень много игроков элитных. Очень много. Соответственно, их цена невероятно низкая. Вот они маленькая цена, видите? Холли падает. Но эти игроки, по сути, их поймать очень сложно по такой цене, и они практически не продажны. То есть, вы их можете закупить себе и с прицелом на перепродажу в дальнейшем. Но если вы хотите заработать прямо сейчас, в таком случае вам лучше поднять планочку до 200 тысяч, допустим, до 200 тысяч, и выбрать себе несколько программ. Ну, например, допустим, мы выбираем программу ТОДС. Вот мы ее выбрали. У нас нет никого. Вот. Адам от Раоре. Что он стоит, если его продавать? Отдам. Давайте 250. Это ПП? Он, по-моему, у нас, да? Ну, он полузащитник однозначно, не помню. Так, он ППшник. Так, 280. 240 тысяч. Он уйдет за 240 тысяч. Соответственно, сколько получается? 45. Около 50 тысяч наварно игроки. То есть, так касательно каждого игрока, который здесь проскочит. И, в принципе, конкуренция, по идее, не должна быть очень-очень чрезмерно высокой. Можно добавить себе какие-то там другие еще программы. То есть, там, скажем, Лига Европы, либо Лига Чемпионов. Но это уже от вас зависит. То есть, как вам хочется. Конкретно сейчас, как видите, лотов практически не падает. Ну, когда я тестил этот способ, я смотрел, там падало очень много игроков. Там и 88, и 89 с хорошим наваром. По сути, та же самая ситуация у нас есть, если мы смотрим на мастеров. Вот, допустим, берем любого мастера до 500 тысяч. Любого мастера. Кстати, у нас кто-то там продался. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, Пала Верса тоже у нас ушел за 52 тысячи. Второй из этих дорогостоящих. Мы, кстати, еще к Кондрацуну вернемся, когда время его лота подойдет тоже там чуть дальше. Я вам еще покажу. Ну, еще одного себе выкупим и тоже перекинем. Вот, смотрите. Здесь в основном идут игроки с последнего ивента. Ну, вот этот последний ивент. Они, опять-таки, цена хорошая, цена адекватная. То есть 200-300 тысяч. Но их вы поймаете с большим прудом и вы не сможете их продать с профитом. То есть для того, чтобы их продать с профитом, вам нужно ждать дальнейших ивентов, дальнейших обновлений. Поэтому, если мы хотим заработать здесь и сейчас, то мы просто исключаем вот этот последний ивент. То есть мы берем всех-всех-всех, кроме последнего ивента. И смотрим, что у нас получается. Да, здесь вручную нужно много-много-много щелкнуть. Роман. Тут еще Бальде Трауре мне видел, падал. Тут еще левый защитник Грег Ульон, по-моему, тоже падал. Здесь тоже падает много игроков. Ну, конкретно Роман давайте посмотрим его конкретно. Роман за 600. Что там он стоит у нас? Так, 550. Тут манавр очень маленький. То есть по Роману это неинтересно совершенно. Давайте посмотрим, кто еще тут может упасть прямо сейчас. Ну, пока что у нас висит один-единственный Роман. По факту здесь тоже падают очень часто игроки ТОЦы, во-первых. Здесь падают. Вот эти вот корейцы здесь тоже падают. Причем они падают за 350, за 380 тысяч, за 400 тысяч. Вот этот вот Бальде падает очень часто, он падает за... Вот видите, уже его кто-то выставил себе, это использует этот фильтр. То есть его купили за 420 тысяч, за 494, 899 его сбрасывают. Вот один, еще чуть дешевле. Этот тоже чувак тут падает постоянно. Ну, то есть много игроков. Вы фактически исключаете тех, кого вы не сможете продать. И берете только тех, кого вы реально продаете прямо сейчас. А сейчас давайте мы вернемся еще раз к этому Конрадсу. Еще одного Конрадсу на себе продадим. Убрать. 40 тысяч, по-моему, он был там Конрадсу. Правильно я написал? Так. Правильно я написал? Правильно. Конрадсон, Конрадсу, да. Еще одного мы забрали себе. И еще один Конрадсон у нас ушел. Ура, мы довольны, мы заработали еще 35 тысяч. Где тут этот Конрадсон? Сбросить его и забыть. Все, уходи, товарищ. Ну что ж, друзья, на этом все. Я надеюсь, видео было для вас интересным. Ставьте Владу побольше лайков. Не забывайте также про меня, потому что если вы про меня перестанете забывать, то я тоже начну немножко выпускать видеоролики. Всем вам хорошего вечера. Или дня, когда это видео выйдет. Увидим. Пока-пока. Спасибо большое каждому из вас за просмотр этого ролика. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok